Всем привет и добро пожаловать на ютуб канал Гараж 59. Как всегда начинаем наш выпуск с озвучки комментариев. Хотим подчеркнуть, что рамка, фильтры и всё что мы делаем помимо самой озвучки истории Ларри Лоутона, это нам нужно в качестве защиты от претензий менеджеров Ларри. Просим отнестись с пониманием и поддержать нас хотя бы вашей подпиской. А теперь озвучим пару ваших комментариев. Фон Бич написал нам, у тебя реально огромная разница с каждым видео. Через месяцок будешь классным диктором. Акцент на Ларри. Лично я тут из-за него. Надеюсь, ты не будешь как диван пилить резко совершенно другой контент. Мы очень рады, что вам нравится то, как мы развиваемся. И да, мы не планируем менять контент-план. Мы хотим и дальше радовать вас переводами Ларри. Мы будем стараться учесть все ваши пожелания и сделать наш материал ещё лучше. А теперь погнали! Но статус знаменитости не даёт тебе ничего. На самом деле это даже плохо, потому что ты становишься целью. Привет. Я Ларри Лоутон. Самый крупный вор у ювелирки в Америке. Присоединяйся ко мне. И я расскажу тебе о своих прошлых ограблениях. Как я планировал их. Как я исполнял их. И в конечном итоге, как я был пойман. Я покажу вам, как мы делали разные вещи в тюрьме. Например, как мы делали тату-машинку. Как мы делали вино. Как мы делали самогон. Это будет очень познавательно. Это секретные истории. Всем привет. С вами Ларри Лоутон. Сегодняшнее видео будет о знаменитостях в тюрьме. А также о знаменитостях, которые приходят туда для посещения своих близких. Мне приходило много вопросов на эту тему. Так что я решил раскрыть эту тему. Меня часто спрашивают. Ларри, ты знаешь каких-нибудь знаменитостей, которые попали в тюрьму? Позвольте мне ответить на пару из этих вопросов. Да, я был в тюрьме. Я видел в тюрьме профессиональных спортсменов. Очевидно, что вы знаете, что я очень внимательно слежу за ситуацией с Кодек Блэк. Потому что мне кажется, что это очень важная ситуация. Ведь в данном случае его статус известности очень сильно вредит ему. Итак, давайте перейдем к знаменитостям в тюрьме. Кодек Блэк – это без сомнения знаменитость, с которой обращаются очень жестко в тюрьме. Поверьте мне, ему приходится не сладко. А теперь давайте перейдем к другим. Я отбывал срок вместе с парнем по имени Прэдерик Грейвс. Он отличный парень. Он был профессиональным игроком в регби. Играл за Филадельфий Игл в начале 90-х. Он ввязался в наркобизнес из-за азартных игр. Он был хорошим парнем. Его запихнули в тюрьму в Атланте. Это служит еще одним примером, где в судебных разбирательствах твоя известность может тебе очень сильно навредить. Ведь вряд ли кто-то захочет, чтобы показалось, что у судебной системы есть любимчики. Да что иногда это работает в обратную сторону. И звезды получают еще больший срок, чем им полагалось. Этот парень не стал бы на кого-то крысятничать. Его имя ассоциируется только с чем-то хорошим. Он был просто великим спортсменом. Когда я был в тюрьме, я наблюдал за ним. У него была просто невероятная скорость. Вам стоило бы увидеть гонки на тюремном дворике. Парни соревновались в скорости за бешеные бабки. Это было невероятно. Всего их было около сотни. Там был парень, который рвался к забеге на 40 метров. Это был маленький пацан. Никто не мог победить его. Но когда речь заходила о 100 метрах, Бродер и Грейс показывали просто скорость мирового уровня. Он просто бежал со всей дури. Стоило ему начать движение, глазом не успеш моргнуть. Он был лучшим нападающим в Филадельфии Иглс. В начале 90-х он был бомба. Можете загуглить его. Очевидно, я также сидел вместе с гангстерами. Но также был и еще один профессиональный спортсмен Вилли Эйкинс. Он был лучшим игроком в Кэнзас-Сити-Ройалс. У него даже есть рекорд по количеству хоумранов в матче мировой серии. Или что-то тому подобное. Очень крутой пацан. Я играл с ним в одной команде по софтболу. И вот что я могу вам сказать. Если вы играете против него, вы точно не захотите соревноваться с ним. Он был левшой. Он не мог бегать. У него были прострелены колени. Опять же, там была история связана с наркотиками. И он там облажался по полной. Но он был классным парнем. Я ничего не говорю. К нему относились очень хорошо. Его даже уважали. У нас также были знаменитости, если вы хотите их так называть. Также были боссы мафии, которые постоянно мелькали в газетах. С нами сидели. Никки Скарфелл, Вик Арина, Вика Муса, Пати Амата. Они были очень крупными игроками в мафиозных делах. Они занимались реальными делами и их почитали. Это были настоящие гангстеры. У них было много денег. В своих семьях у них были очень высокие звания. И много чего еще. Я, само собой, тусовался с этими парнями. Но что касаемо посещений, Меня часто спрашивают, Как это все происходит? Даже когда у меня были посетители, За мной наблюдали очень тщательно. Они проверяли мой телефон несколько раз. Но если ты знаменитость, Или тот, кто представляет интерес для системы, Ты будешь под наблюдением. Они будут прослушивать каждый твой звонок. У них есть специальные люди для этого. Когда ты отвечаешь на звонок, Или, к примеру, кто-то из тех гангстеров это делает, Этот звонок не только прослушивается, Но еще и записывается. Потому что правительство постоянно хочет схватить тебя за жопу. У них нихрена нет. Только время. Так что они хотят знать, Занимаешься ли ты все еще своими грязными делишками. Они услышат абсолютно все. Личные разговоры. Они точно услышат то, Что ты рассказываешь своей дочери. О том, что ты устал. Что жена тебе изменяет. Что все херово. Что жена не хочет прийти навестить тебя и тому подобное. Они будут в курсе о всех твоих личных делах. Они услышат, что твой голос надламывается от того, Что ты сейчас хочешь заплакать. И это вполне нормально. Так что, когда ты побудешь там некоторое время, Ты уже будешь срать на то, что тебя прослушивают. Тебе будет абсолютно похер. Давайте теперь поговорим о посещениях. Это отдельная тема. Когда у тебя посетитель, И у знаменитости рядом тоже, Ты иногда будешь видеть других знаменитостей. Или же ты узнаешь об этом от товарищей. Там все работает не так, как вы можете подумать. Ты видишь звезду, Ты сразу здороваешься с ней и так далее. Чувак, ты даже пошевелиться не можешь. Я был в такой тюрьме, Где ты реально не можешь пошевелиться. Когда тебе говорят, Что кто-то приходит в комнату для посещений, Тебя сначала жестко шмонает. Ты полностью раздеваешься. Когда ты попадаешь в комнату для посещений, Тебе нужно будет обнять своего партнера. Ты обнимаешь своего товарища, А затем тебя садят напротив него. Так делают в Атланте. В некоторых местах тебе разрешают сесть рядом, Но далеко не везде. Обычные партнеры садят либо напротив, Либо через сидение тебя. Это делается, чтобы следить за вами. Правила ужесточили к концу моего срока. Когда я только попал в тюрьму, Все было слегка получше. Но они все равно следили за тобой, Словно ястребы. Что касаемо мафиози, Они буквально в смысле следили за ними. Они их помещали в пространство, Нашпигованное жучками. Они буквально обтыкивали микрофонами Каждый сантиметр комнату для гостей. Даже если ты что-то шепчешь, Тебя могли прекрасно услышать. То, что они творили, Это настоящее сумасшествие. Все это потому, Что они были знаменитостями. Хотя на самом деле мы их так не звали. Официально их звали Заключенными повышенного интереса. Именно так их называли в администрации. Так что, конечно же, Кто-то вроде меня, Кто постоянно переходил из тюрьмы в тюрьму И был проблемным зэком, Также станет заключенным повышенного интереса. Просто потому, Что некоторые охранники не любили меня. Но некоторые любили. Кто-то просто не любил меня. А кто-то хотел схватить меня за жопу. Потому что я подставил кого-то из его коллег. Я старался бороться с системой, Но делал это легально. Я даже подавал на них в суд. Часто один отзиратель звал на помощь другого. Но пока ты поймешь их схемы, Тебе уже настанет жопа. Они много чего делали. Это очень грустно, Но это правда. Они многим занимаются. Так что заключенные особого интереса, Хавают довольно много дерьма из-за этого. Когда меня перемещали на самолете, А меня, кстати, переводили целых 16 раз, Происходило это на федеральном самолете. Я расскажу об этом поподробнее, Когда буду делать обзор на фильм с Николасом Кейнджем. Воздушная тюрьма. На меня надевали цепи и кандалы. Еще и цепляли черную коробку на меня. Все это в сумме, Это самое худшее, Что вообще может быть. Ты даже не можешь двигаться. Многие сравнивают это с пыткой. Это настоящая пытка и есть. Та, что меня реально перевозили в черной коробке. Если ты жил в карцере, То при трансфере тебя точно запихивали в черную коробку. Дыра, ботинок, специальное средство. Именно так они ее звали. Мелкие вещи, Они реально многое значат в определенных ситуациях. Вы можете подумать, Не можешь двигаться. Ну и что такого? А ты попробуй испытать это в течение 12 часов. У вас реально останутся раны на руках после этого. У кого-то даже остаются шрамы на всю жизнь. Очень легко вывихнуть запястье в кандалах. Это просто адище. А эта коробка остается на тебе на протяжении всего путешествия. Ты буквально можешь помереть в ней. Ты будешь задыхаться. Себя повезут в больницу. А эта коробка будет все еще на тебе. Возможно, вы хоть раз слышали о парне по имени Лу Перлман. Его звали Лу Перл. Он замешан в очень угарной истории. Никогда этого не забуду. Лу Перлман был толстым менеджером NSYNC. И вполне возможно, что он управлял Backstreet Boys тоже. Он основал обе из этих групп. И когда я выходил из тюрьмы в 2007 году, я тогда выходил из самолета. Я делал трансфер. И Лу Перлман тогда только попал в тюрьму. Да, это было ориентировочно в 2007 году. Может быть в 2006. Но что-то около того. В то время Лу Перлман был жирным белым парнем. Он был реально как мешок с дерьмом. Так что когда ты садишься или выходишь из самолета, перед этим самолет сажают на полосу, которая находится черт пойми где. Это находится в самом жопном углу аэропорта. Далее самолет окружают. Да что там до хера охранников. По здоровому мужику с дробовиком на каждом метре. Ты не можешь и двинуться. Ты подходишь к самому хвосту самолета, а затем они указывают тебе на автобус. Ты идешь в тот автобус, ты в тот, а ты в тот. Пока ты ждешь посадки на автобус, ты видишь, как люди выходят из них, которые потом сядут в самолет. Так что вы пересекаетесь, и ты можешь увидеть своих друзей. Конечно же, разговаривать или любой контакт запрещен. И что вы думаете, сделал Ларри? Я вижу этого толстого Пёрлмана. Он был во всех газетах тогда. Я сказал ему, «Эй, Пёрлман, смотри аккуратней со своей жопой. Ты теперь в беде». Все начали угорать после этого, потому что он выглядел реально как мешок с дерьмом. Он долгое время разжевался за счет пацанов из NSYNC. Мне кажется, за счет Backstreet Boys тоже. И там был целый скандал. Он спер все их деньги. Довольно поддый поступок. Да что я хотел позаботиться о том, что ему будет плохо в тюрьме. Он был охереть как испуган. Я часто наблюдал, как все организовано во время авиаперелета. К примеру, если ты в черной коробке, то тебя помещают в переднюю часть самолета. И этот передний ряд иногда был пустым, а иногда нет. А затем шел ряд с женщинами. Я был в черной коробке. Так что я постоянно срался с бабами, когда они заходили. Попробуй сказать им, заткнись. И они отполируют твою жопу кулаками прямо в самолете. Но иногда я буквально сходил с ума. И что-то бормотал про себя, или пытался что-то сделать, чтобы меня не поймали за задницу. Но вы понимаете, о чем я. Ведь ты никогда не знаешь, что может произойти в этом самолете. Самое херовое это то, что трансфер делали через Оклахомы. Особенность в том, что там тюрьма расположена внутри аэропорта. То есть реально, прямо в аэропорту. Когда я первый раз туда попал, она называлась Эль Рина. Она была другая немного. Сейчас там почти полноразмерная тюрьма внутри аэропорта. И в этом аэропорту там был большой индеец. И этот парень мог вытащить тебя из строя и охеренно избить. Так что ты точно не захочешь с ним связываться. Я помню его до сих пор. Я не знаю, где он сейчас, не знаю, как он, но я очень хорошо его помню. Он был зверь. Я видел, как он расправлялся с людьми. Но я был умен. Я всегда понимаю, когда пора заканчивать заниматься фигней. Однажды я доигрался в Джессапе. Но я расскажу об этом в интервью с Гэри Месси. Он классный парень. Он был охранником, а затем стал заключенным. Вы услышите историю целиком. У меня будет много видосов с ним. Там реально будет интересное дерьмо. Я вам отвечаю. Вы увидите много вопросов с разных сторон. Мы также разберем дело Эпстейна. Посмотрим на него в новой перспективе. Будет реально прикольно. Итак, вернемся к знаменитостям в тюрьме. В большинстве случаев такой статус особо ничего не меняет. Во-первых, я вам уже говорил, что их называют заключенными повышенного интереса. Во-вторых, дело в деньгах. Я был в тюрьме с парнем по имени Вилли Фалькона. Мы с ним хорошо дружили. Он был крупнейшим дилером наркотиков в мире. В итоге он получил 20 лет тюрьмы. Сторона обвинения не смогла закрыть его за убийство. Так что его взяли за жопу и за применение оружия. Так что он получил 20 лет. Просто топовый чувак. Когда мы были на воле, у нас был один и тот же конюх. Так что мы иногда пересекались на скачках. Нашего конюха звали Альбертом Гонзалесом. У меня много хороших воспоминаний, связанных с ним. Конюх, кстати, это тот, кто подковывает лошадей. Он также просто осуществляет уход за ними. Так вот, у Вилли было 80 лошадей. 80 прекрасных лошадей. Он был миллиардером. Сделал миллиард на наркотиках. Но он был суперским. И, конечно же, он был заключенным повышенного интереса. Так что были пацаны повышенного интереса, это да. Но именно статус знаменитости тебе особо ничего не давал. На самом деле, это даже плохо. Потому что ты становишься целью. Ведь, скорее всего, у тебя есть деньги. И люди будут знать, что у тебя есть деньги. Так что тебя будут обманывать и использовать тебя в своих целях. Скорее всего, ты будешь заинтересован, чтобы тебя не трогали. Так что там есть свои рычаги воздействия. Я сидел с Ники Скарфа. Ники был просто бешеным парнем. Закончилось все тем, что он пырнул какого-то парня. Он сделал это прямо посреди тюребного дворика. Ему было похер на все. У него было несколько пожизненных сроков. Так что ему приходилось делать много для того, чтобы доказать всем, что он не слабый. Потому что ты не можешь быть слабым в тюрьме. Но с деньгами все проще. Они могут тебе помочь. Деньги имеют огромный весь в тюрьме. Мне повезло. Я был ветераном, ушедшим на пенсию. Так что у меня были карточки военного. Поэтому я получал некоторые отчисления от правительства. Большинство из этих денег я отправлял своей жене. Но у меня всегда было пару долларов. Потом я стал приумножать эту мелочь. Это типа уличная тема. В этой схеме было много людей. Я показывал вам в предыдущем видео, как можно раздобить деньги в тюрьме. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. И я часто задумываюсь о том, что со мной станет. Вопрос узнаваемости в тюрьме – это важно. Меня могут узнать только те зэки, которые сидят на ютюбе. Но это очень вряд ли. Но возможно они слушают подкасты. Ведь у нас есть подкасты, если вы не знали. Все эти вещи я дублирую в подкастах. Мы есть на Spotify, iTunes. Выбирай, где вам удобнее. Так что вы можете загрузить все выпуски и послушать в машине или где вообще угодно. Я думаю, что это очень классно. Так что всегда помните об этом. Вернемся к теме. В тюрьме практически все знали все данные друг о друге. Так что если ты был заключенным особого интереса, вне зависимости от того, есть ли у тебя миллионы долларов, или ты недавно обанкротился, все об этом знали. У нас были газеты и ТВ. Так вот, если он был норм парень и знал, как себя вести, его принимали. А если нет, то ему жопа. И без разницы, кто ты. Всегда помни об этом. Главное, что определяет качество твоей жизни в тюрьме, это твои поступки. Конечно же, я бы не хотел, чтобы вы попали в тюрьму. Я не хочу, чтобы вы совершали плохие поступки, которые я сделал. Я сделал пару неправильных решений, которые разрушили мою жизнь. Моя дочь меня почти не помнит. Ей было всего 15 месяцев, а сыну было 6 лет, когда меня отправили в тюрьму. Когда я вышел, моему сыну уже было 18, а дочери 13. Если это не разобивает вам сердце, и вы не понимаете, о чем я, это плохо. Потому что деньги, что угодно, что ты можешь потерять, это всего лишь мелочи. Самое худшее, это потерять свою семью. Мне невероятно повезло, что у меня был отец и мама, которые поддерживали мою жену и детей. Они справились со всем этим дерьмом. Им это не нравилось, но они все равно помогли мне. Им не нравилось, чем я занимаюсь, но они любили меня. Так что просадитесь за тем, что вы делаете правильные поступки. Подумайте, достойными ли вещами вы занимаетесь. Пожалуйста. Вам это ничего не стоит. Подумайте перед тем, как что-то сделать. Подумайте 300 раз. И подумайте, куда это вас приведет. Не думайте, что даже простая осудимость сойдет вам с рук. Поверьте мне, вы получите свое. На этой ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. Пожалуйста, оставьте нам пару комментариев. Нам это очень приятно. Мы всегда рядом и готовим кучу бомбического материала. У нас просто невероятные планы на будущее. Подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Если вы еще не заценили на социальных сетях, ссылки в описании под видео. Спасибо вам огромное за все комментарии. Мы реально это ценим. Вы моя семья. Моя большая ютуб семья. Мы вам очень благодарны. Посылаю вам только лучи добра. Пусть у вас все будет чики-пуки. Не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok